Морепродукты с душком в Мариупольском супермаркете продают протухших мидий и устриц. Сотрудники магазина уверяют, сроки их реализации и условия хранения соблюдают. Однако раковины моллюсков открываются прямо на витрине и неприятно пахнут. Качество морепродуктов проверила наша Елена Уланова. Да и по засветку открылись. А так вот видите, сеточки не все с одного этого. Сеточка целенькая, но если мидия открытые, они же уже пропали. А в 3-й да. Видео с пропавшими мидиями, как и фотографию испорченной устрицы, мы сделали в супермаркете накануне. Однако администрация магазина, к которой мы отправились за разъяснениями, все отрицает. Из-за открытой устрицы портить свою репутацию мы не будем. Для нас качество прежде всего. Если она открытая, сотрудник ее просто убрал, камеру брака списал. Проверка условий хранения морепродуктов проводится в течение всего дня, говорит заместитель директора. По необходимости на прилавок подсыпают лед. У нас есть до 6 градусов температура хранения. Температуру мы меряем каждое утро. У нас есть поверенные пирометры. Недельно лежат на льду. То есть их по правилам нельзя засовывать лед и обсыпать льдом. То есть они должны не соприкасаться со льдом. Просим измерить температуру хранения мидий при нас. Показания прибора превышают норму на почти 4 градуса. Администрация супермаркета недоумевает. Предполагают, что это произошло из-за проблем с электроэнергией. У нас по второму залу отключили свет. Городские работы проводятся. Возможно, не работа климат-контроля. В Госпродпотребслужбе говорят, что проконтролировать качество и условия хранения пищевых продуктов в супермаркетах не могут. Потому что до окончания военных действий на Донбассе действуют моратории на проверки. Проверки предприятий по заявлениям, жалобам, другим видам обращений граждан осуществляются по согласованию с Министерством аграрной политики. Сроки на получение продлеваются до месяца и больше. Медиа с витрины сотрудники супермаркета все же убрали. Эту партию морепродуктов пообещали списать и больше не выставлять на продажу. Елена Уланова, Артем Коробецкий, Телеканал Донбасс.